такая вот небольшая несправедливость это просто бочка реально в ней возможно хранили раньше молоко вы увидели людей которые живут в бочке лагерь здесь был концлагерь я вам сказал мы вам перезвоним когда будут места сложно же украсть набережной должна где-то быть привет друзья я миша это настя привет вы смотрите наш travel блог и наверняка думаете ребят зачем вы выкладываете старье но мы же знаем что в россии уже конец весны а у вас тут вокруг сугробы но нет не везде не во всех регионах нашей необъятной страны кончилась зима кое-где лежит снег кое-где холодно и вот мы приехали в один из таких регионов самый богатый официально самый богатый регион россии ямала немецкий автономный округ сегодня вы узнаете действительно ли здесь живут самые богатые и благополучные люди россии ну как говорит нам статистика мы проедемся по всем основным городам региона начнем со столицы с алихарда далее будет новый уренгой и ноябрьск просто будем ездить смотреть вокруг и беседовать с людьми настя ты готова никто тебя давно не видел давай на тебя посмотрим вообще настика поехали поехали как вообще получилось что ямал такой богатый здесь в этих недрах лежит семьдесят пять процентов нашего российского газа достояние как называет его газпром но это еще не все ямал находится на крайнем севере это приарктическая территория поэтому люди которые здесь живут получают увеличенные оклады в полтора раза а кое-кто даже в 1 и 8 здесь с алихарди прям сквозь город проходит полярный круг вот вот это вот символическая метка и люди которые работают вот здесь вот получают полтора оклада а люди которые работают вот здесь получают 1 и 8 оклада представляете вы большая часть города находится с полуторным окладом а вот там вот аэропорт и люди которые работают в аэропорту получает 1 и 8 такая вот небольшая несправедливость как вы думаете в каких домах живут люди в самом благополучном регионе россии ну по логике это должно быть что-то красивое светлое яркое одним словом достойное такие дома есть в основном в центре города салихард но это чаще всего административное строение обычные люди живут но я не ожидал если честно в двухэтажках деревянных и это если еще повезет мы приехали в частный сектор и нашли здесь людей которые живут в бочках ребят бочки люди живут в 21 веке в самом благополучном регионе россии в бочках просто уму непостижимо пойдемте в какую-нибудь бочку зайдем посмотрим что почему почему это все происходит так да обычно в горах такие бочки заводят потому что туда очень сложно что-то вообще завести где-то наверху в горах какие-то базы они вот в таком виде просто это просто бочка реально в ней возможно хранили раньше молоко возможно в ней пиво не знаю хранили то есть она она металлическая пойдемте посмотрим кто там живет интересно там круглые стены то есть они вот прям так в круге живут стены дома здравствуйте здрасте а мы снимаем про вот эти дома и нам стало интересно правда ли что внутри стены тоже круглые ну можно посмотреть но просто-напросто беспорядок да я не хочу что ничего не мали именно вас мы вас вас мы не будем снимать просто стены поснимаем бочка как получилось что вы живете в бочке да вот 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 и правда круглые стены вы их обшили до чем-то не обшиты они были обшиты до коммуникации а как как вышло что вы живете в бочке просто-напросто однокомнатная квартира у родителей с печным отоплением да ну уже взрослые люди вы давно живете сколько ой 20 с лишним лет таких смотрели пластелин колец тоже там тоже помните эти норы они тоже такие круглые при всем желании купить у нас здесь жилье мы не успеваем при всем желании не успеваете за ценами за ценами это однозначно а сколько стоит такая бочка а квартира однокомнатная сколько стоит квартира однокомнатная стоит в пределах но от двух миллионов наверное больше как москве да спасибо большое а зимой не холодно нет отопление ну вдруг вдруг спасибо большое всего доброго так ребят ну вот вы увидели людей которые живут в бочке выглядят они но вполне счастливыми ну конечно дикость полная жить в бочке в самом богатом регионе сколько стоит такая бочка интересная уже вообще везде можно поставить жилье в самом богатом регионе россии бочка едем дальше настюх бочки это еще фигня смотри тут у некоторых людей целлофан вместо стекол не курим а это твой дом вот здесь ты живешь а чё у них стекол нету но у них целлофан там они ставят стекла а чтобы не продувал и это эти лагерные лагерь здесь был концлагерь серьезно где здесь жили какие-то люди зэки жили да ладно и как и шести квартирные короче это более как более постарше да они жили в этих четырех там жили эти вообще шишки короче здесь был лагерь и чем занимались здесь люди бабы одни жили они струили дорогу бабы строили дорогу да ладно и дорогу куда офигеть удача пока первое что бросилось глаза это вот эти многоэтажные дома в самом центре города которые были построены для департаментов но сейчас они пустые и вот я не понимаю как просто независимый человек почему в эти дома не заселяют людей которые живут двухэтажных деревянных просто хибарах с стенами из фанеры и заклеивают окна целлофанами потому что дико холодно почему просто не улучшить жилищные условия хотя бы на короткий промежуток времени сдав эти дома в аренду ведь жилищные условия определяют состояние человека в хороших условиях человек развивается это вам говорю как фэншуист вот а в плохих условиях человек загибается история этих зданий очень веселая губернатор кобылкин решил построить эти два корпуса чтобы перенести в них разбросанные по всему салихарду региональные департаменты и управления но фишка в том что это получились самые большие и роскошные дома в городе они очень сильно выделяются на фоне типичных для салихарда деревянных разваливающихся двухэтажек заметил это и путин во время одного из своих приездов на ямал и запретил переселять сюда органы власти теперь эти девятиэтажки белеют на весь салихард как символ дебилизма и оторванности власти от народа никто не знает что с ними делать возможно кобылкин ждет что уйдет путин и тогда он заселит в эти дома свою свиту но думаю скорее всего будет наоборот первым уйдет кобылкин и возможно на зону смотрите ролик дальше и поймете о чем я здесь на ямале возле салихарада в городе с потрясающим названием лабытнанге есть уникальное озеро уникальное фишка его в том что она не замерзает даже в температуре минус 60 градусов в чем же секрет этого озера спросите вы а это мы сейчас узнаем добраться до озера очень непросто нужно идти вот по этому полю недалеко но снег фиг знает какой он толщины выдержит ли он меня сейчас попробуем короче почти по яйца миша так хочет попасть к озеру что не видит никаких преград так далеко не пройду есть еще варианты какие-нибудь но у меня еще есть него ступы как хорошо что ты в любые поездки берешь с собой снега ступы точно настя наконец-то они нам пригодились узбекистане таджикистане в тунисе в африке нигде нам не пригодились снега ступы и вот мы здесь на ямале наконец-то наконец-то тащи снега ступы ммм никогда не ходил на снегоступах это не так просто как кажется нужно очень равномерно распределять нагрузку иначе сразу уходишь вниз под снег и выбраться понимаете может быть не очень просто потому что площадь них большая чуть снегом их присыпят и все я буду дергаться ногой ничего не случится поэтому я стараюсь как-то держать нагрузку мне не хочется остаться здесь вот уже видна кромка этого потрясающего озера называется лагуна 5 пола почему мне эту лапок вот видите песики видимо здесь ходят им нормально если бы мне были лапки сейчас вы узнаете почему это озеро не замерзает если вы давно смотрите мой блог то должны знать с чем это может быть связано к чему я питаю слабость сейчас узнаете у почти дошли вот уже за этим металлом за этим металлическими листами есть это озеро вон едет причина по которой это озеро не замерзает сейчас то вы поняли о чем я если еще не поняли то очень скоро поймете развернулся немного подъезжает задом к озеру я думаю все уже поняли вот ребят смотрите вот почему это озеро не замерзает потому что в него сливают говно из говновозов просто жесть это канализация смешано и моча и дерьмо все что вы выкидываете если вы живете в городе лапотнанге вот она все выпадает в это потрясающее озеро и это озеро не замерзает вообще никогда какой здесь запах вы можете себе представить здесь очень сильно воняет короче вот одновременно приехала 4 говновоза здравствуйте 5 говновозов 5 говновозов приехала за пять минут все сливают сюда вау 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 3 3 трубы просто херачат все это здрасте блин брызги аккуратнее надо быть сколько помещается сюда 10 тонн 10 10 тонн говна ребят помещается в одну машину и все это стекает в природное озеро вот поглядите бьет ключом целый водопад говна бьет ключом меня утопить зачем в говне меня хотят топить в говне уже ребята просто не разобрались кто такой вообще не очень понимают смотрят на меня с большим недоверием но не решаются трогать пока потому что я веду себя уверенно просто беру открытую снимаю не говорите никому что здесь нелегально короче говно бурлит просто из труб из всего бурлит поглядите вы только посмотрите на это это целый гейзер говняный гейзер просто жесть это какая-то потрясающая штука озеро природное то есть это озеро называется лагуна но отмечено на картах как природное озеро но в городе в него сливают говно напрямую потом ничего не происходит не фильтруется ничего не выпаривается как это обычно происходит просто сливается говно в озеро и все как бы и больше ничего и она здесь остается и очень сильно воняет такие дела ребят я думаю надо выбираться пока никто не опомнился пока какая-нибудь машина не уехала на кпп потому что территория вся храняется и по-быстрому надо отсюда надевать свои снегоступы и снегоступить как можно дальше как можно быстрее если вы не знали какого цвета будет жидкость если смешать воедино все отходы то вот смотрите блин а я сейчас хожу по идее по говну просто высохшему немного да при это же говно все ребят теперь вы увидели целое озеро говна обязательно подписывайтесь на мой блог прямо сейчас и мы с вами увидим еще и не такое я вам обещаю смотрите 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 он просто он даже не закрыл едет из него все льется блин я помню один раз отравился из меня тоже так все делось водила сказал что из этого озера все нечистоты попадают прямо вот это озеро отделено от реки шлюзом и зимой когда переполняется вся лагуна озеро называется лагуна шлюзы поднимают и просто сливают ну а куда еще девать в день подъезжает по 30-40 таких говновозов и это дикость какая-то в самом благополучном регионе страны такое встретить но я не ожидал точно вообще никак не думал что я встречу и подписчики которые мне рассказали об этом ребят респект вам большой я понимаю какая-нибудь депрессивная там еврейская автономная область которая самом низу рейтинга наших регионов находится но самый благополучный самый богатый регион в городе спутники столицы вот этот город лабутнанге он находится через реку через опи от салихарда столицы ямало-ненецкой автономной области и в нем нет канализации в целом городе нет центральной канализации нету все сливают все вывозит говновозами и все сливают без очистки в природное озеро без очистки без какой-то обработки после озера все это попадает в реку вот знаешь в торговых центрах бывают шоколадные фонтаны вот там практически то же самое только не из шоколада городе есть одна очень необычная гостиница знаменитой она стала после небольшого репортажа в вечернем урганте там иван рассказал о золотом унитазе который стоит в одном из номеров у губернатора ямала дмитрий кобылкина нашли эксклюзивный итальянский унитаз за 8 миллионов рублей назовет этот проект золотой слив вообще этот гостиничный комплекс с названием ямальский строился на бюджетные деньги как инвестиционный проект с целью извлечения прибыли в региональный бюджет по бумагам здесь должна быть открытая для всех гостиница топового уровня ну куда еще ехать нам топовым блогерам кроме как не в такую гостиницу решили мы с настюхой и попросили таксиста отвезти нас в ямальский и теперь угадайте удалось нам заселиться туда или нет у вас вы как по заявке уже знают нет просто увидели на карте здравствуйте прилетели вот так что из москвы хотим заселиться миша в гостиницу хотим заселиться при у вас договорено нет договоренности просто увидели на карте гостиницу решили сюда приехать сейчас мы уточним этот момент давайте хорошо ну можем ждать и вы не оставите нас на улице можно подождать здесь нельзя зайти даже внутрь почему а почему затем нельзя это же гостиница обычно а зачем заселиться не объяснил заселиться да ну территория закрыта нас обычно предупреждают когда кто-то заселяется а что здесь находится расскажите еще не буду рассказывать может даже в интернете все информационные правильно но вы же здесь работаете вы не хотите мне рассказать что есть на зачем я должен рассказывать почему то есть потому что это гостиница верно она открыта это гостиничный комплекс верно он открыт для посещения в некоторых случаях да какие некоторых нет я же не должен вообще с объясняться рассказывать но просмена работу про нас в гостинице раз он закрыт верно для вас для кого ну вот для меня и моей жены не могу пока ответить я не располагаю информации здравствуйте один гостиница же верно не знает никто здравствуйте опустина заселиться хотим спать очень так что после самолета давайте ему посоветуем другую гостиницу а почему это нельзя потому что мест нету ни одного места нету одного места нет машин то не особо много как все люди здесь приехали я уговорю ни одного места нету здесь так свободный номер нельзя снять сейчас места заняты так если вы хотите именно здесь а вообще да вы именно хотите здесь хотим здесь а почему здесь а здесь красивой но есть гостиницы еще красивее вы так променьшайте красоту своей гостиницы отличная гостиница хорошая нам очень нравится но оставьте свои данные мы перезвоним когда места будут призвать к наместа а сейчас все все занято что занят вообще на какой срок как долго и зачем я буду вам говорить эту информацию то есть вы не заинтересованы чтобы мы когда вас места освободятся жилья чему я же говорю вы оставите данные когда освободиться я вам перезвоню заселить записывать 999 хорошо как вы зовут михаил все спасибо михаил перезвонил такой даже не нажали позвонить даже не нажали позвонить наверное сохранили да вы не следите я так запомнил запомнили конечно расскажете вы запомнили вы какой-то странный я странный сказать запомнили номер я вам сказал мы вам перезвоним когда будут места так все так вы же номер мне записали я записал ваш номер мы вам перезвоним когда будет места я же видишь не записали посмотрите лучше тогда все до свидания нас отсюда прогоняют что там внутри компании ну все это ресторан все в комплекс приема и строилась когда начальство приезжало ли все кобылки приехал поселиться просто но по документам это гостиница вот здесь золотой но на самом деле там живет губернатор губернатор живет и кто приезжает с начальства в гостинице не останавливается которые уже свои ребята которые используют в личных целях и кончается гостиницу и это как бы в городе никого не волнуют там пресса телевидения вот боже мой о чем говорить я все же как говорится ручной здесь телевидение освещает то что мы про кобылкина что можете сказать а что я про него могу сказать я с ним не сталкивался так их свои интересы у нас свои короче видите этот мост это мост через реку шайтанку она так и называется я не шучу и вдоль этой реки построена набережная местным правительством за баснословные деньги я даже боюсь произнести эту сумму вслух настолько она большая вот вот за столько ее построили и как бы мы ее не можем найти здесь ходим с настюха и не видим набережной нету набережной как бы просто сложно украсть набережной насти она должна где-то быть да да поэтому мы сейчас будем у местных жителей спрашивать где блин набережная куда ее деле хочу на супер дорогой набережной посмотреть через реку шайтанг где люди там люди здравствуйте а мы туристы ищем супер потрясную набережную про которую нам говорили что вас построили за какой-то дикие деньги набережную где она я вижу только забор если честно набережной нет она скрыта слоем снега вот видите эту бочку черную вот там где бочка там набережная увидите можно только летом когда снег спадет то есть почти никогда находимся рядом с арктикой так что погулять по супер набережной гиперсовременной у нас не получится до лета я ждать не готово пойдем в другое место ну что друзья ожидали вы что самый богатый регион россии выглядит именно вот так вот вот так вот ну то что вы видели все ты ожидала что-то думала здесь встретить золотые горы золотые горы а встретили вы только горы снега друзья подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайк этому видео расскажите друзьями пусть они не будут заблуждений как были мы и как были наверняка вы ну а мы улетаем да и и Субтитры создавал DimaTorzok